Дальше, первое, я убираю вот эту руку, потому что она мне мешает. Например, можно сделать это вот таким способом. Загрузили, вернулись. То есть рука зажата между вашим бедром, вашим телом и вашим трицептом. Дальше, теперь я убираю вот эту руку. Таким образом, я изнутри накладываю и как бы счищаю ее вниз и передаю вот в эту руку. Рука находится под головой, я никуда ее не переношу. Только после этого я просто сверху накладываю для того, чтобы ее заблокировать. Дальше, я приподнимаюсь, я рядом с головой нахожусь. Я не куда-то там рядом, а рядом именно с головой. Я приподнимаюсь, тащу голову за собой. Дальше, в одно движение я перекидываю вот эту ногу. Для этого вам вес нужно перенести вот на эту ногу. Пятка находится рядом с вашим коленом. Для того, чтобы вам удобнее было закрыть замок, так как вы сейчас сидите на этой ноге, замок вам закрыть тяжело. Для того, чтобы вам нужно пойти вперед. Когда у вас вес с этой ноги уйдет, у вас будет пространство. Закрываем замок. А вот тут вот, теперь я должен возвратиться обратно. И что происходит? Я сейчас своим бедром буду Женьке давить вот в чем треугольник. И обратите внимание, как я нахожусь по отношению к нему в тот момент, когда я вернусь, я отношусь по отношению к нему перпендикулярно, полностью. Тогда и замок можно спокойно закрыть даже с коробки ногами. Еще раз. Я выключаю эту руку. Дальше. Выключаю эту руку. Перехватываю. Начинаю приподниматься. Тащу голову за собой, мне нужно пространство. Начинаю перекидывать ногу. В тот момент, когда нога уже вот здесь, руку можно отпустить. В одно движение. Пятка рядом с вашим коленом. Все, тогда замок закроется. Дальше. Теперь я иду вперед. Закрываю замок, возвращаюсь обратно. Я нахожусь в перпендикуляторе. Все. Хоть руку ломайте, хоть чего дергайте. Удар лучше треугольник. Еще раз. Раз. Все понятно.